Добрый день, меня зовут Иванов Сергей, и я сегодня вам буду рассказывать о математическом анализе гармоничных отношений, то есть и о поиске своей единственной. Вообще говоря, у любой научной теории есть обоснование и актуальность. Актуальность достаточно проста. Многие люди, я бы так сказал, озабочены поиском себе пары, и строгие математические методы могут здесь помочь. А как они могут здесь помочь? Это обоснование. Обоснование звучит следующим образом. Тот, кто считает, что слова любовь и математика сочетаются вместе только как любовь к математике, ничего не смыслит ни в том, ни в другом. Но мало это сказать, надо это как-нибудь показать. Как вообще можно математически представить нашу жизнь? Все уже сделано до нас. У каждого из нас есть линия жизни. Линия жизни, вот она вот подсвечена, она у нас непрерывная, она у нас ограниченная. Линия ума, которая находится выше, она еще более ограничена, что блестяще показывается на практике. Соответственно, линия жизни можно рассматривать как элемент Гильбертова пространства линий жизни, непрерывных на некотором отрезке. На этом пространстве мы можем задать скалярное произведение, где скалярное произведение между двумя линиями жизни — это интеграл от знакомства до расставания на произведение вот этих линий жизни. Звучит жутко, да? Но у этого скалярного произведения есть хорошая геометрическая интерпретация. Вот так вот. Ну ладно, мы нашли скалярное произведение, а что это нам дает? Благодаря скалярному произведению мы можем найти косинус угла между линиями жизни. И возникает, соответственно, вопрос, а какой угол между линиями жизни оптимален для построения гармоничных отношений? Тут мы обращаемся к интернету с его мудростью и узнаем, что любить — это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении. Соответственно, мы должны иметь угол в ноль, а косинус должен быть единицей. Поэтому мы можем постулировать теорему, что для каждого мужчины, который неполный ноль, в некоторой актресности существует единственная женщина V, для которой выражение косинуса стремится к максимуму. При этом это единственное, а мы ее в дальнейшем так и будем называть, удовлетворяет следующим условиям. Трудно найти, легко потерять, но дальше вы и так знаете. Ну, смех смехом, но надо перейти к доказательствам. Существование доказывается просто. Если существует хотя бы одна женщина, у нас уже условия теоремы выполняются, а с единственностью сложнее. Докажем от противного. Допустим, у нас есть аж целых две единственных, которые удовлетворяют нашим критериям. Получаем, что вот эти вот интегральчики и вот эти вот косинусы у нас равны. Ну, несложными математическими операциями получаем следующее выражение. А далее мы предполагаем, что вот эти вот нормы V1 и V2, они на некотором участке равны. Сильное утверждение. Доказывать я его, конечно, не буду. Соответственно, если мы это утверждение принимаем за правду, получаем, что на некотором участке V1 от T тождественно равно V2 от T. То есть две линии жизни на некотором участке полностью совпадают. Но линия жизни же уникальна для каждого человека. Вы что? Соответственно, единственность мы доказали. Ну ладно, доказали, теперь как найти? Наше единственное является решением задачи максимизации функционала, вот этого косинуса альфа. Функционал очень сложный, очень такой нехороший, и даже строгие, но справедливые математические методы не позволяют найти точное решение. Поэтому мы должны использовать метод последовательных приближений. Соответственно, у нас есть некоторая планка того, чего мы достойны, и планка того, чего нам хочется. Если отображение наших желаний на объективную реальность является сжимающим отображением, мы получаем нормальный сходящийся процесс. Мы колеблемся между тем, чего мы хотим, и тем, чего мы достойны, и наконец-то приходим вот оно. Ну вернее, она. В противном случае, если мы хотим больше, чем мы, в общем-то, достойны, процесс расходится, и мы можем посоветовать только закатать губу. К единственной мы никогда, в общем-то, не придем. Но, мало того, мы пришли к единственной, но пришли в некотором маленьком участке. Более того, мы прекрасно понимаем, что единственная не представляет из себя предела того, чего мы достойны. И поэтому каждый раз мы начинаем думать, блин, а может найти кого-нибудь получше? Это крамольные мысли, и как бы их надо избегать. Мы нашли нашу единственную на маленьком интервале, который мы называем доверительным. Этот доверительный интервал длится обычно один-два месяца, и возникает резонный вопрос, а можно ли продолжить вот эти отношения как-то подольше? Здесь мы воспользуемся теорией продолжений, где наша продолженная В, она вот таким вот условием удовлетворяет и полностью совпадает с найденной В из предыдущего слайда. Но полученное таким образом продолжение неустойчиво, потому что проекция наших желаний на объективную реальность является сжимающим отображением, поэтому единственное полученное таким образом неустойчиво в продолжительных связях. Мы проверим эту устойчивость с помощью ввода небольших возмущений. Вводим небольшое возмещение в нашу линию жизни S от T. Получаем, что вот наше исходное скалярное произведение плюс вот этот вот интергальчик S от T, V от T, DT. Этот компонент сугубо отрицательный, потому что, ну, никому, в общем-то, не нравится возмущаться. Как это выглядит на практике? Вот мы вот вводим наше возмущение в линию жизни. А вот так вот меняется наше скалярное произведение. То есть возврата к предыдущему уровню не происходит. То есть вроде как, что такое возмущение? Вот, например, разбросал носки, посуду не помыл или что-то еще. Вроде бы посуду ты убрал, а вот осадочек остался, и отношения уже не такие, как раньше. Да. В чем проблема? Мы можем устремить наше возмущение к нулю, но такая штука, как разбросанные носки, жестко квантуются. Может быть 0, 1 или 10 разбросанных носков, но не может быть 1 сотая или 3, 14, 15, 92, 6. Поэтому как только мы разбрасываем носки, угол между нами и нашей единственной растет, и она в пределе уходит на бесконечность, образуя, соответственно, разрыв первого или второго рода. В случае разрыва первого рода еще можно продолжить какие-то, ну, более-менее дружеские отношения, но в случае разрыва второго рода, ну, извините. И тут встает другая проблема. Вообще говоря, отношения представляют собой сложный бинарный оператор над двумя линиями жизни. И у этого бинарного оператора есть собственные значения. И чем длиннее отношения, тем больше собственных значений появляется. Соответственно, когда наши единственные уходят от нас на бесконечность, встает полная проблема собственных значений. Кому какая собственность принадлежит? То есть кому принадлежит квартира, кому принадлежит машина, с кем остаются дети и прочие-прочие-прочие вещи. Зачастую на такие вопросы не способна даже математика ответить, и приходится пользоваться помощью гуманитарных специалистов. Соответственно, возникает вопрос, ну вот неужели все так плохо? То есть у нас единственное недолго, все как бы такое, но есть вариант. В гармоничных отношениях всегда можно выделить гармоники, то есть собственные частоты. А благодаря собственным частотам мы всегда можем развожить нашу единственную в ряд. То есть мы имеем несколько линий жизни, которые в сумме дают нам что-то похожее на на нашу единственную. Можно дополнительные условия наложить на них, чтобы эти линии жизни никак не взаимодействовали друг с другом, но это необязательно. Опыт арабских математиков, он показал, что частичные суммы из 100 или 200 элементов ряда более чем достаточно для самого притязательного шейха. И вообще говоря, отсюда следует, что стоит крайне настороженно относиться к словам «я хочу, чтобы ты была рядом». Это опасные слова. Соответственно, мы сегодня доказали, что единственное существует. Ее трудно найти, но способы, которые я рассказал, они достаточно серьезные. Легко потерять. Теория возмущений доказала нам это. Невозможно забыть. Когда у вас отсуживают квартиру и машину, это как бы не забывается. Соответственно, благодарю за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы. Математический подход. Так, руки. Добрый день. Я хотела у вас спросить, нет ли у вас каких-то гендерных развитий, скажем так, в вашей теории? Потому что поиск единственного может немного отличаться, а разложение в ряд – это вообще отдельная история. Ну, развожение в ряд, оно вообще как бы мы живем в прогрессивное время, соответственно, у нас рассуждения справедливые для одного пола, они точно так же справедливые для другого пола, поэтому без разграничения общности. Просто мне, как, в общем-то, представитель мужского пола, гораздо легче рассуждать за мужчин. В случае развожения в ряд есть разные вообще способы. Например, те, кому не удалось найти своего единственного, они пользуются рядом из сорока кошек. То есть, каждая кошка, она немножечко там добавляет тепла и ласки, которой не хватает в случае единственного. Но вообще говоря, как бы все рассуждения, они одинаково справедливы для любого пола и в том числе для боевых вертолетов даже. Следующий вопрос. Добрый день. Да, давайте сначала вот мужчина. Хотел уточнить, удовлетворяет ли отношение единственности, свойствам аддитивности, коммунитативности и транзитивности? Ну, тут такой вопрос. Транзитивность — это самое простое. Но вы ни с кем не хотите делиться своими отношениями. Это, по-моему, разумно. Что касается аддитивности, в общем-то, суммирование ряда — это вполне себе аддитивная вещь. То есть, мы находимся все-таки в пространстве линии жизни. Да, пусть элементы этого пространства, в общем-то, которые существуют в реальности, они дискретны, но все равно в общем случае мы имеем непрерывное пространство, в котором все эти свойства, вроде коммунитативности и ассоциативности, в общем-то, выполняются. Что касается транзитивности, это, вот опять-таки, делиться с кем-то своими отношениями — это личный выбор каждого. Но я бы не стал. Я сейчас вообще ничего не понял, что они говорили. Это эльфийский. Так, следующий вопрос. Добрый день. Подскажите, как доказать потенциально единственное, что вы неполный ноль? Вообще все очень хорошо. Получается как? Скалярное произведение тождественно нулевого мужчины на самого себя дает полный ноль. Поэтому если у вас, ну, скалярное произведение, грубо говоря, равно нулю, а это мы всегда можем проверить, или вообще говоря, ни с кем не складывается. То есть скалярное произведение нуля на любой другой элемент пространства линии жизни, оно, в общем-то, дает ноль. И когда мы получаем везде нули, значит, наверное, это плохой звоночек. Потому что даже для самого захудавого товарища скалярное произведение на самую там роскошную принцессу все равно оно будет около нуля, но все-таки не нулевым. Поэтому, то есть в данном случае обычно женщины говорят, что даже если бы ты был последним мужчиной на Земле, то последним вот в этом случае и проверяется. Так, еще руки. Здравствуйте. Сейчас спрошу. Вопрос от простого гуманитария. Как все эти сложные формулы можно применить к соцсетям для упрощения поиска? Вот сейчас будем смотреть. Вообще в соцсетях проще всего работать сразу с рядами. То есть ряды – это вот такая вот, я думаю, самая понятная здесь концепция. Плюс ко всему, если вы знакомы с такими вещами, как параллельное программирование, прочие вещи, оно все хорошо получается. Насчет рядов я забыл упомянуть, в чем преимущество ряда. Вот наши разбросанные носки, они делятся на все элементы ряда одновременно. Соответственно, если у нас 100 элементов ряда, у нас один разбросанный носок, на каждую приходится по одной сотой. Ну, в общем-то, небольшое возмущение. Или один носок скидываем на условную фатьму, она от нас уходит в закат, но мы, в общем-то, не в обиде. У нас еще 99. Поэтому арабы, они как бы недаром знали толк в математике. И жаль, что их варвары-красноносцы, в общем-то, сгубили. У меня такой вопрос. А вот если применить, скажем, данную теорию к сугубой практике, точнее к хирургии, если мы меняем геометрические отношения каким-то образом, линии жизни, например... Я понял. Мы можем увеличить размер ладони, изменить угловое соотношение. Ну да, то есть, или перевести элемент в сопряженное пространство, вообще говоря. То есть, вот такие... То есть, перевернуть М и вот... Ну, я понял, да. Чисто мужской разговор, так понимаю, как это идет. Ну, вообще говоря, наша линия жизни – это такая вещь, которая подчиняется нам самим, ну, или другим людям, которые владеют хирургическим скальпелем. Значит, поэтому в целом можно сказать, что все в наших руках, все эти вещи не константы, и можно, ну, значительно, скажем так, поменять. И свою природу, и, в общем-то, свой статус. Что касается вот этих притязаний и прочего, мы же не стоим на месте, мы развиваемся, ну, или деградируем, ну, кто как. И наши притязания и наши возможности, они, соответственно, растут или падают. Я думаю, вопросов достаточно. Еще есть вопрос. Ну, ладно, последний вопрос давайте. У меня вопрос. Вы показывали несколько, вы показывали, что там есть нормы, я хотел бы узнать, что это за нормы. Это эвклидовая норма, норма по фрабениусу. И еще есть вопрос. Если там где-то появляются комплексные числа, что вы делаете с комплексно-сопряженными величинами? О, хорошие вопросы пошли. Что касается нормы, это норма, это норма, порождаемая, в общем-то, скалярным произведением на пространстве линии жизни. То есть, насколько я помню, это не фрабениус и не эвклид, если мне не изменяет память, в случае пространства САБ. Если говорить о комплексно-сопряженных, то есть это вот комплексно-сопряженные числа у нас встают в полный рост, когда мы говорим о собственных значениях. Ну, кого волнуют те воздушные замки, которые кто-то там, мнимые числа, которые кто-то там настроил себе в голове? Они никого не волнуют. У нас волнуют объективная реальность, то есть действительные числа. То есть вот воздушный замок, он ни в чем не измеряется, а квартира или машина, она измеряется вполне конкретно. То есть проблема измеримости тут, в общем-то, встает в полный рост. И я думаю, вы как математик понимаете, что проблема измеримости, она, в общем-то, актуальна. Ну вот все. Я думаю, стоит закончить то, что нам надо... Потому что слишком сложные приколы пошли, кажется. Я пытаюсь спасти человека, а вы им даете. Ну ладно, давайте последний вопрос. Нельзя спасти того, кто не хочет быть спасенным. Давайте один последний вопрос, потому что дальше нам надо ехать. Здравствуйте. Я так понял, ваша теория строится на хиромантии, так? Да, конечно. Это не хиромантия, а мудрость предков. Давайте разговаривайте. И вы говорите, что все в наших руках. А что делать тем, у кого нет рук? Ну, скажем так. Есть линии ног. В любой теории есть такое понятие, как особые случаи. В математике есть особые точки, вокруг которых выкалываются окрестности. И, в общем-то, это, в данном случае, на самом деле, тема достаточно печальная. И в случае людей, которые лишены рук, или... Рук, они, рук, они, может быть, лишены, но линия жизни у них по-прежнему есть. И у каждого такого человека своя единственная найдется. В общем-то, поэтому я предлагаю на этой такой грустненькой ноте закончить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Озычное выступление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова